Всем доброго времени суток! Приветствую вас на медицинском канале. О ценности яблок знают многие, но далеко не все представляют насколько полезна их кожура. Большая часть витаминов и питательных веществ принадлежит именно этой оболочке, которую мы, по незнанию, срезаем. Страх отравления пестицидами и другими химикатами заставляет современного человека очищать кожицу с полезных плодов. Но если речь идет об органических фруктах, например, выращенных в собственном саду, беспокоиться не нужно. Кожура таких яблок совершенно безопасна и очень полезна. Что касается состава яблочной кожуры. В яблочных очистках имеются особые вещества противовоспалительного характера. Тритерпиноиды, которые способны предотвратить рак печени, двенадцатиперстной кишки и груди. В кожуре этого фрукта содержится значительное количество кварцетина, а он, в свою очередь, в паре с витамином С нейтрализует свободные радикалы, препятствуя им негативно воздействовать на организм. Ученые выяснили, что кожура яблок также полезна, чтобы обезопасить себя от разного рода рака. При исследованиях было обнаружено, что сам плод замедляет рост локачественных клеток всего лишь на 29 процентов, в то время как кожура яблок на 43. Флавоноид кварцетин снимает отеки и спазмы, уменьшает боль и снижает воспаление. Есть у него еще ряд замечательных свойств. Кварцетин относит к веществам-антиоксидантам, а некоторые исследования показали его способность защищать от радиации и развития опухолей. Кварцетин применяется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, ожогов и обморожений. Он входит в состав лекарств, используемых при лечении бронхиальной астмы, катаракты, различных опухолевых заболеваний. Его используют для профилактики атеросклероза и болезни суставов. Ученые из Канады включили яблочную кожуру в список суперпродуктов с высокой концентрацией флавоноидов и антиоксидантов, способных всерьез бороться с потенциально опасными для жизни заболеваниями. В означенный список также попали зеленый чай и черника. Кожура от яблок эффективно очищает сосуды, улучшая кровоток в организме, а также надежно защищает мембраны клеток и мелкие сосуды от радикалов, которые норовят разрушить организм человека. Также в кожуре находится достаточное количество клетчатки для лучшего пищеварения и нормализации работы кишечника. Также она способствует сжиганию жира и быстрому снижению веса. Нечищенные яблоки нужно есть каждый день хотя бы по одной штуке. Фотохимические соединения, витамин С и нерастворимые волокна помогают организму выводить токсины и лишние жиры. Не случайно любители жирного мяса часто тянет на свежие яблок, так организм сигнализирует о высоком уровне холестерина в крови и необходимости его устранения. Яблочные очистки выгодно кушать для здоровья пищеварительного тракта, ведь их структурный компонент пектин – разновидность неперевариваемого волокна, необходимого для здоровья и кишечной микрофлоры. Хорошие дозы пектина, попадая в кишечник, создают благоприятную среду деятельности пробиотик, который в свою очередь повышает иммунитет, нормализует пищеварение и выздоравливает организм в целом. Американские ученые установили, входящие в состав кожуры антиоксиданты, особенно терпиноиды, снижают рост раковых клеток в печени и 12-перстной кишке. А в новом исследовании ученых Университета Айовы все внимание было сосредоточено на особом восковом веществе, входящем в состав яблочной кожицы у соловой кислоте, которая снижает атрофии мышц и помогает наращивать мышечную массу. Серией лабораторных экспериментов руководил эндокринолог Кристофер Адамс, впоследствии опубликовавший результаты в журнале клеточный метаболизм. Полезные свойства у соловой кислоты объясняются ее взаимодействием с участвующими в построении мышечной ткани гормонами, инсулином и родственным ему фактором роста 1. Кислота делает рецепторы более восприимчивыми к этим гормонам, способствуя развитию мускулатуры у здоровых людей и препятствуя мышечной атрофии, генетически предрасположенной к заболеванию пациентов. Также были отмечены сопутствующие лечебные свойства у соловой кислоты, снижение уровня холестерина и сахара в крови и уменьшение жировых отложений. Другими словами, использование яблок для похудения еще никто не отменял. Как же приготовить яблочную кожуру? Итак, кожуру от хорошо вымытых яблок очистить и высушить любым способом при температуре 40-60 градусов Цельсия в духовке, на солнце, на открытом воздухе. И первое, куда ее можно деть, так это измельчить в кофемолке порошок. Вот вам и пищевая добавка, которая содержит огромное количество полезной плеча. Пшеничные отруби и порошок кожуры смешать в равных количествах. Одна столовая ложка сухой смеси положить в стакан, залить горячей водой примерно 150 мл, тщательно перемешать, дать постоять 15-20 минут, чтобы она набухла. Снова перемешать и выпить. Такая добавка хороша для кишечника, очищает форсинки кишечника и выводит токсины, нормализует пищеварение и очищает желудочно-кишечный тракт. Как утверждают врачи, в ней содержится большое количество пектина, который необходим как больным, так и здоровым людям. Если вы по какой-то причине не хотите измельчать кожуру яблок, то советую залить ее водой, вскипятить и заварить этим отваром чай или смешать с сахаром или медом. Получится вкуснейший и ароматнейший напиток. Рецепт номер один от камней в почках. Чай из кожуры готовится довольно просто. Нужно высушить яблочную шкурку, измельчить ее в порошок, отмерить две чайные ложки и залить одним литром кипятка на 20 минут. Можно также брать свежую кожуру. После того, как чай готов, пейте его постоянно и как можно чаще. Напиток нужно употреблять день за днем, не перерываясь и не прекращая. Швейцарский врач Рудольф Бройс советует при бессоннице выпивать вечером одну или больше чашек настои яблочной кожуры. Настой можно пить теплым или холодным, он укрепляет нервы. Для тех, кто хочет похудеть и для очищения кишечника, очищаем яблоки, лучше импортные. Сушим кожуру при температуре 40-50 градусов. После того, как она хорошенько высохнет, измельчаем ее на кофемолке и смешиваем в равных количествах пшеничными отрубями, а лучше с солодом. Одну столовую ложку сухой смеси кладем в стакан. Заливаем 150 миллилитрами горячей воды. Тщательно перемешиваем. Даем постоять 15 минут, чтобы набухло. Перемешиваем еще раз. Выпиваем стакан клетчатки утром за 30 минут до еды. Если вас замучил каша или хрипота, в этом случае яблоки тоже будут полезны. Воспользуйтесь этим народным рецептом. Возьмите кожицу яблок, одну столовую ложку. Залейте ее кипятком 250 миллилитров и пусть настаивается на подобие чая. Такой напиток употребляйте до еды 5-6 раз в день по 100 грамм. Или залейте литром воды 2-3 яблока вместе с кожурой. Прокипятите четверть часа и выпивайте напиток перед едой по 250 миллилитров трижды в день. При экземе можно изготовить настой из яблочной кожуры. Сделайте чай из цветков калины на 250 миллилитров кипятка 1 чайная ложка цветков. Измельчите кожуру, возьмите ее 1 столовую ложку и залейте приготовленным чаем. На протяжении часа напиток настаивается, затем его можно выпивать по 100 миллилитров перед приемом пищи и на ночь на протяжении месяца. Лечение пиелонефрита яблочной кожурой. Залейте столовую ложку измельченной сушеной кожуры яблок стаканом кипятка. Накройте крышкой и настаивайте в течение 30 минут. Процедите. Такой настой рекомендуется принимать 3 раза в день по одному стакану после приема пищи. Еще один рецепт при лечении пиелонефрита. Молоко с яблочной кожурой. Для этого потребуется кожура 2-3 зеленых яблок, 2 стакана молока. С яблок снимите кожуру и измельчите ее. Затем залейте яблочную кожуру молоком и немного подогрейте смесь. Процедите смесь и принимайте по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Избавиться от песка и мелких камней поможет опять-таки кожура яблок. Необходимо ее заваривать в обычном чайнике, после чего дать настояться в течение 20 минут. Затем яблочный чай можно принимать после каждого приема пищи. Как известно, яблоки самый лучший источник железа. Следовательно, они помогут поднять гемоглобин, вследствие чего наладится кровообращение, а также придет в норму иммунная система. При гипертонической болезни залить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку высушенной кожуры яблок и настоять 5-10 минут. Принимать с добавлением сахара по полстакана 5-6 в раз в день до еды. При полиартритах яблоки очищают от кожуры, ее сушат и растирают в порошок. Затем 1 столовую ложку порошка заливают одним стаканом кипятка и настаивают 30 минут. Принимать утром натощак, в обед перед едой и вечером перед сном по половине стакана. При хроническом ревматизме в подагре показано обильное употребление яблок. При подагре их лучше не очищать от кожуры. При остром нефрите в течение трех дней лучше отказаться от пищи и пить в неограниченном количестве настой сухой яблочной кожуры с соком каланхоя. При лечении пилы нефрита эффективен следующий рецепт. Молоко с яблочной кожурой. Кожура 2-3 зеленых яблок, 2 стакана молока. Способ приготовления и применения. С яблок снимите кожуру и измельчите ее. Затем залейте яблочную кожуру молоком и немного подогрейте смесь. Процедите смесь и принимайте по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Если во время приготовления обеда кожа рук потемнела, не отчаивайтесь. Попробуйте оттереть руки яблочной кожурой. Рецепт отвара кожуры яблок при ларингите. Берем одно крупное яблоко, одну столовую ложку льняного семени, две чайные ложки меда, 300 миллилитров воды. Снимите с яблок кожуру, положите в кастрюлю, добавьте семена льна и мед, залейте водой и доведите до кипения на медленном огне. Варите 10 минут, после чего процедите. Принимайте отвар теплым по половине стакана 3-4 раза в день за 10 минут до еды. Рецепт чая из яблочной кожуры. Ингредиенты. Сушеная яблочная кожура 6 столовых ложек. Свежая яблочная кожура 1 столовая ложка. Вода 1 литр. Мед с седр лимона. Возьмите эмалированную посуду и положите туда всю кожуру, залейте ее водой. Кастрюлю накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Добавьте цедру. Кипятите напиток в течение 6 минут. Добавьте мед. Его количество зависит от итоговой сладости напитка. Снимите чай с плиты и поставьте в теплое место на 15 минут, чтобы яблочные кислоты растворились. Продолжение следует...